Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 23 апреля, у нас по-прежнему лето. Если в 7 утра было 7 градусов и такая температура сохранялась ночью, меньше не было, то сейчас вот в 8 утра уже 11 градусов повышается очень быстро. Прогноз на день плюс 30, ночью плюс 16. Мечта огородника. Не нужно ничего укрывать, не нужно ничего прятать. И при плюс 16, возможно, даже придется оставлять двери открытыми у теплиц, потому что если закрыть, то там уже, наверное, будет душновато. Начиная свой обзор, я хочу вам сказать, что вот пункты, это моя, как сказать, дорожная карта по огороду, все увеличивается. Если я сначала показывала только теплицу для раннего урожая, теперь у нас уже 6 пунктов, которые я вам должна ежедневно показать, чтобы отслеживать динамику. Это, конечно, теплица для получения суперраннего урожая, сейчас в первую очередь посмотрим. Потом теплица, та, которая с подогревом. Вторую мы посмотрим теплицу, которая без подогрева, но которая воздухонепроницаемая и плотная. Она тоже теплая, но без подогрева. Третья теплица, уже смотрю я, это франкенштейн, которая с дырками из улетевшей сделанная, собранная из кусочков. Четвертая теплица придомовая, где самые маленькие молодежь стоят. Потом пятый пункт у нас, смотрим томаты в открытом грунте, как себя чувствуют. Потом шестая, это томаты на консервации. И седьмой пункт добавится, вот по просьбе Лилии Вальтер, она попросила показывать подробно все этапы сборки теплицы. Вот седьмой, последний пункт каждый день. Я буду смотреть, ой, показывать вам, вы будете смотреть изменения, какие происходят у нас по сборке этой теплицы, моей мечты, уральской легенды, которая приехала только вчера. Сегодня мы будем с Катей осторожненько, нежными женскими руками все это распаковывать, чтобы не повредить покрытие. Сегодня я сниму отдельное видео, очень многих интересует о стоимости, потому что стоимость теплицы будет у всех разная, и она зависит от пожеланий. Я напожелала себе очень много дополнительных элементов, одно, другое, третье, у меня вышло дорого. Я расскажу, из чего складывается стоимость теплицы, и нужно ли вам вот это дополнение, которое я своей теплице делала. Все это будет в отдельном видео, потому что в обзоре у меня нет возможности все подробно рассказывать. Сейчас пойдем по огороду. Это теплица с подогревом, которая вначале была с подогревом. Сейчас я, конечно, ничего не включаю. И вот сейчас, открыв дверь, я прям почувствовала, как... Ну, вы сразу знаете, что атмосферу в теплице в первую секунду человек сразу чувствует. Прямо пахнуло таким теплым, душноватым. Значит, прям сейчас в 8 утра я открываю дверь и держу дверь открытой, чтобы она проветрилась. Там вон у меня, видите, лежит зелень обрезанная. Вчера бросила. Днем очень жарко. Посынковала вчера до последнего этого чудо. Лентяя обрезала все. Убежала, даже все палочки не воткнула. Вот сейчас, пока прохладно, поработаю в теплице, потом уже пойду на улицу. Все здесь хорошо, томаты цветут, развиваются. Пока никаких признаков, конечно, ни болезни, ничего еще нет. Рано. И нынче погода, конечно, помогла мне, потому что обогрев грунта у меня работал всего 2 дня. Один раз подогрела, больше не включала. Сейчас ни обогреватели, ничего не работают. Я знаю, что во многих регионах сейчас холодно. Я болею за вас, переживаю, потому что знаю, что это такое, когда холодно, когда нужно высадить, но еще нельзя. Вот нам нынче повезло, я прям благодарю. Бога за такую погоду. У нас лето. В первой теплице, конечно, все уже цветет, благоухает. Здесь будет самый первый урожай. Это теплица номер 2. Здесь были высажены томаты во вторую очередь. И здесь я уже не торопилась и не тороплюсь получить урожай, потому что ранний урожай не нужен. Мы наедимся с первой теплицы. Это просто вот такие средние сроки высаживания. И когда я сюда захожу, может показаться, что здесь ничего не меняется. Но это не так. Здесь очень сильно все меняется. Тут были выставлены вот на этом месте между ними большие толстые саженцы, сеянцы, которые остались от посадки в той теплице и в этой. Они были ровесники вот этим вот, которые сейчас растут. Они здесь стояли на доращивании. И именно их я унесла на консервацию, потому что они лишние. А сюда выставила уже другие, более позднего посева. Теперь на растолщении стоят совсем другие. Стоят они также в этих же дырочках для стаканчиков. Короче, здесь уже пошла вторая партия. Сейчас они вырастут. И они, возможно, вот из них сейчас буду выбирать в новую теплицу. Как раз мы туда-сюда, вот, наверное, около недели это все займется. Ну, три-четыре. Но раньше выходных теплицу точно тут не соберем. И вот уже эти молодняк будут высажены в последнюю, в третью теплицу. Так, здесь, короче, это не обогреваемое. Здесь мы не ждем ранний урожай. Просто это сардина. Так, инспекция пришла. Правильно я ли я палочки положила? Так, это третья теплица. Теплица Франкенштейн, которая собрана из кусочков, у которой, я уже говорила, вот вся-вся она у нас в дырочках, у которой естественное проветривание. В любую погоду здесь у нас сквознячок. Тут у меня ничего не изменилось. Тут надоращивание. И сегодня из этой рассады я буду выбирать, начну комплектовать, собирать комплект на будущее для высадки, вот в уральскую легенду. Как раз пока я соберу 100 штук, может быть и теплица соберется. Это придомовая теплица, тоже без отопления. Но при таких температурных показателях про отопление вообще смешно говорить. Тут днем не знаем, как ее спасти от жары. Тут, конечно, все остатки, которые для открытого грунта. Некоторые есть просто остатки, которые остались немного лишние от высадки в теплице. Вон там есть, вон большие стоят. Но тут все самое последнее рассада, кроме той, которая несколько штук дома. Это новый пункт в моей, вот в ежедневном моем отходе, обходе. Это томаты на консервации. Я положила им сюда градусник. К сожалению, тут 12 градусов. К сожалению, ниже я не могу. Везде указано 8, 10. У кого-то даже, у автора статьи некоторых ниже. Но вот у меня они стоят при 12 градусах. Для тех, кто не в курсе, кто не смотрел предыдущие видео, сразу скажу, что это старая баня. Тут пока у меня нет света, нужно лампочку включить. Но из-за того, что здесь нет окон, тут сохраняется прохладная температура. И я хочу методом вот этой технологии консервации дотянуть эти томаты до открытого грунта. Посмотрим, что будет. Это будет у меня опыт такой, а у вас наблюдение, из которых вы можете сделать потом вывод, стоит ли вам повторять такие действия. Ну и, конечно же, самым важным для меня, вот, самым интересным, это ежедневный утренний обзор вот этих томатов, которые уже высажены у меня в открытый грунт. С этой стороны я бросила, не стала дальше высаживать, было некогда. А с этой стороны высажена полностью, видите, досюда, полностью, вся-вся-вся эта завалинка. И я уже начала, когда спрашивают, как вы их будете утеплять, я уже начала вот эти, видите, я говорила, что у меня есть маленькие дуги. Вот, начала ставить вчера маленькие дуги. Но тут приезд теплицы уральской легенды отвлек меня, конечно, я убежала в припрыжку. И вот эти дуги выставлять не стала. Тем более у меня впереди три дня с ночными температурами, плюс 16, плюс 14, и необходимости в них нет, но я все равно постараюсь выставить их, чтобы в крайнем случае, в случае похолодания, можно было их быстренько раз и накинуть. Уральская легенда. Теплица моей мечты пока лежит нетронутая, потому что было не до этого. Конечно, мы в первую очередь вчера изучали документы, вот этот технический паспорт, там характеристики, смотрели видео по сборке, пока что теоретической частью занимались. Сегодня по многочисленным просьбам зрителей я подробное видео сниму о стоимости теплицы, из чего она складывается, о том, что она у всех будет разная, и это зависит от наших пожеланий иметь там какие-то дополнительные элементы. Потом покажу вот этот техпаспорт с характеристиками, потому что людей это очень интересует, несмотря на то, что, конечно, это покупка дорогостоящая, но все понимают, что это на долгие годы, и это не те, как я вот говорю, вот эта теплица Франкенштейн, которая то у нас улетает, то у нас под снегом давится. Но теперь, конечно, я когда сравнила эту и эту, так как это как бумажная коробочка выглядит. Начал муж немножко готовить уже место под нее, но сегодня будем распаковывать, и я потом покажу вам ее во всей красе. Место готовить начал вчера муж здесь, уже что-то примерял, и вот я, почитав советы зрителей, я, конечно, поняла, что такую теплицу в спешке-то вроде бы и не нужно было бы устанавливать. Некоторые вообще боялись, что я успею в этом году. Видите, у нас время поджимает. Конечно, люди пишут, что лучше бы и фундамент под нее залить, раз она такая дорогая, классная, она на века. Но вы поймите, мы поставлены в такие условия, что для того, чтобы заливать фундамент, это нужно как-то приобретать все эти щебени, арматуру, стяжки, вот эти, цемент, чтобы сделать бетон, залить, ждать, когда он высохнет, опалубки делать надо. Ну, короче, вы знаете, что бетон залить, это не так просто, даже ленточный. И это растянется, я боюсь, что намного. Купить брус неудобно признаваться, но на покупку бруса у меня уже денег нет, не хватило, все. Но я на последние деньги заказала вот эту чудо-теплицу в агрономе, про которую тоже расскажу, которую я вместо тоннеля хочу использовать для выращивания, для высадки в открытый грунт в ранние сроки, для получения раннего урожая на улице. Хочу сделать такие испытания еще. И, короче, на все у меня уже денег не хватает. Решили мы все-таки из пятерок, ну, как прошпилив их, сделать брус у нас получается слоеный. Нам же еще нынче сейчас вот прям муж привезет кисточки, будем с Катей промазывать, обрабатывать от гниения. Все это не так быстро и не так просто. И в этом году вот эту теплицу мы все-таки решили поставить вот на бруски самодельные из плах, то есть они будут слоеные. Но я думаю, я почитала, что некоторые и так делают люди, я думаю, что ничего страшного. Но уж следующую теплицу, когда буду менять, если Франкенштейна вот этого, мы уже заранее осенью зальем фундамент, сделаем все как надо. Но пока вот так, потому что и время поджимает, и деньги последние я выгребла. У меня элементарно нет просто денег на покупку всего этого дополнительного для теплицы. Я же и не собиралась, в принципе, менять теплицу, если бы она не обрушилась. То есть все это у нас форс-мажор, все это вынуждено, вся эта замена. Эта теплица, которая упала, она же была новая. Можно сказать, еще на ту теплицу расходы только-только отошла я от них, а тут уже новая. Так что пока вот у нас последние новости, как говорится, с фронтов такие, что будем устанавливать на том, что есть. Потом, в крайнем случае, через сколько-то лет, если, как люди говорят, что плашки сгниют, и она может повестись, ну, придется поддомкрачивать и потом подливать фундамент, и потом ее опускать. Все это можно потом элементарно как-то исправить. Дома и то поднимают, фундамент меняют. Я думаю, что все будет нормально. И закончить свой видеообзор я хочу на такой, на позитивной ноте. Я же каждое утро встаю там в 6, полседьмого, когда как. Сажусь, читаю комментарии, потому что днем обычно читать уже некогда. И вот мне попался комментарий Елены Сенцовой, которая пишет. Вы заметили, что нам депрессовать некогда. Все мысли заняты растишками. Это же посетив бесконечный. Я полностью с ней согласна. Особенно сейчас, вот в такие сложные времена, когда кто-то из, ну, как, из наших сограждан, кто-то потерял работу, у кого-то болеют родственники, у кого-то что-то. Очень много у нас проблем и в стране, и вообще в семьях. И это очень важно. Сохранять вот такой настрой. Нужно уметь радоваться мелочам. Даже если какие-то у нас проблемы, вы думаете, как, моя жизнь проходит без проблем. Я вот сегодня утром начиталась такого. Есть и хорошие комментарии, а есть и это. Вообще одна ненормальная написала. Это толстая бабка Олька, торгашка, мать роду и продаст. Но у меня уже ни матери, ни отца нет. Никого продать я уже не смогу. А то, что я использую свои результаты, своего личного труда, себе во благо, для повышения благосостояния своей семьи, так я считаю, это своим плюсом, а не минусом. Некоторые до сих пор считают умение работать, умение производить что-то, считают таким большим минусом. Я так не считаю. Я не только получаю какой-то доход, я еще и просто радуюсь жизни. И действительно, я согласна с Еленой, вот жизнь рядом с растениями помогает человеку пережить любые трудности. Я вот сегодня этих оскорблений от этой женщины начиталась, вроде хотела расстроиться. Настроение все равно падает, что не говори. Хоть и говорят, не обращайте внимания, все. Потом вышла, посмотрела, посмотрите, у нас вот эти цветы расщелкнулись. Я так обрадовалась вот этой красоте, что полностью раскрылись нарциссы, что хорошо себя чувствуют вот эти высаженные мои растения, про которые я тоже беспокоилась. Я так обрадовалась, я забыла обо всем плохом. А тут еще теплица новая, как вот эти хлопоты. Я вообще по огороду бегаю в припрыжку, несмотря на то, что я толстая бабка Олька. Я чувствую себя ребенком, я чувствую себя счастливым человеком, несмотря на то, что у нас тоже есть проблемы. У нас и вот внук простыл, болел неделю, и там у кого-то из членов семьи у нас предприятие закрылось, кто-то без работы остался. Так это все приходящее и уходящее. А вот это красота. Слышите, птички поют. Я выхожу, я радуюсь всему, что поют птички, что цветут цветы, что у меня хорошо растут томаты, что возможно в этом году мне тоже удастся какую-то, вследствие своего такого труда, какую-то сумму поиметь и еще что-то для огорода сделать, для своей семьи. Это же так прекрасно. Какая депрессия, какие-то негативные настроения. Мне даже не хочется никому, не то что плохое, что-то говорить или писать. Мне даже думать о плохом не хочется. Давайте уметь радоваться. Радоваться любой мелочи. И я рада, что у нас на канале у меня собралось столько много единомышленников, которые думают, как я, вот о том, что нам некогда впадать в депрессию, нам даже некогда болеть. Я уже говорю, у меня рука всю зиму болела, пока я не работала. Вышла в огород, я забыла про свою больную руку. Ношусь по огороду. Надо и это, и это успеть. А еще теплица ранее с подогревом добавила мне хлопот. И я рада. За этими хлопотами я забываю о своем возрасте, о своих болезнях. Забываю о злых, желчных людях, у которых, вероятно, если уж они опускаются до обсуждения недостатков фигуры моей, то, вероятно, у них такой комплекс проблем, и такие они. Их нужно пожалеть, конечно. Будем радоваться жизни. И если к нам будет заходить кто-то плохой, нужно их вот так вот метелочкой, метелочкой выметать, выметать. Все, до свидания. Желаю вам всего хорошего. Сегодня будет много видеороликов. Расскажу о стоимости теплицы, из чего она складывается. Потом расскажу, как я ухаживаю вот за этими, за теми, которых я на улицу выбросила. Потом о подкормках, какие подкормки. Потом о том, что в лунку положить. Короче, планы у меня грандиозные. Смотрите. Грандиозные. Грандиозные. Грандиозные.